Небо над столицей Черноземья по-прежнему закрыто, однако рано или поздно полеты возобновятся, и этот момент нужно встретить во всеоружии. Поэтому в международном аэропорту Воронеж провели плановые учения с участием спасателей и специалистов регионального центра медицины катастроф. Согласно легенде, рейсовый самолет Ту-134 при заходе на посадку не сумел выпустить все стойки шасси, что повлекло за собой еще большие проблемы. За оперативными действиями наблюдал и наш корреспондент Евгений Жакот. Прямо сейчас за моей спиной находится самолет Москва-Воронеж. У него загорелся двигатель и отказали шасси. Внутри осталось 18 человек. Звучит крайне жутко, но, к счастью, все происходящее – плановые учения. Правда, вот подрев сирены действия спасателей выглядят очень натурально. Атмосфера учений пропадает напрочь. Все в точности, как и при реальном ЧП. Мы для этого тренируемся раз в месяц. У нас проводятся тренировки с расчетом аварийно-спасательной команды. И как бы такие ситуации тоже обрабатываются. Ну, не в таком масштабе, но как бы постоянно тренируемся, скажем так. Самолет тушит сразу несколько пожарных машин. Где-то водой, а где-то специальной пеной. Как итог, почти мгновенная ликвидация возгорания. Пожарные показали класс, работали быстро и слаженно. Сейчас они начинают выводить людей из салона. Каждого пострадавшего спасателей с рук на руки передают своим коллегам из Центра медицины катастроф, чтобы те оперативно оказали им помощь. Причем из образа после эвакуации никто не выходит. Где повреждения и что болит, врачи узнают лично от пациента. Очень сильно болит нога при эвакуации. Подвернула ногу. Согласно легенде, после оказания первой медицинской помощи сразу несколько скорых увозят пациентов в разные больницы, чтобы не перегружать одно приемное отделение. Если пострадавших много, а само место ЧП далеко от стационаров, в ход идет санитарный вертолет. Для привлечения нашего санитарного вертолета время готовности у него в летний период это 30 минут, а в зимний период до одного часа. Поэтому, в общем-то, вот этот, так сказать, промежуток времени для подготовки, он нас несколько ограничивает. Только можем применять его при большом количестве пострадавших. В реальной практике этот вертолет применяется почти ежедневно, около 6-7 вылетов в неделю. Чаще всего для межбольничной транспортировки тяжелых пациентов. Знали бы вы, как же хочется прокатиться на этом аппарате, однако он взмывает выезд только, когда кому-то нужна помощь. Поэтому мы будем надеяться, что он как можно дольше останется неподвижным.